Технический прогресс действительно делает перевозки более прозрачными, но он может работать и во вред. За последние несколько месяцев по решению суда было закрыто 76 ресурсов по продаже магнитов. Не обычных, а неодимовых. Их не вешают на холодильник, а используют для того, чтобы остановить счетчики газа, воды, электричества. Екатерина Хлемязева проверила, легко ли купить такой магнит и почему продавцы не боятся полиции. Здесь целый магазин. В ассортименте только один вид товара. Магниты с большой силой притяжения. Так указано в интернет-объявлении. Внизу пояснение. Если вы вдруг решите приостановить свои счетчики с помощью магнита, владельцы магазина за это не в ответе. Под видом покупателей идем в магазин. Называем марку счетчика. Продавец без лишних вопросов объявляет цену. Я читал, что как-то не на всех там действует. Ну не на всех. А газовые? Он дорогой. 5 с лишним стоят. А у него на двух расставках. Не смотрите, наверное, там он посмотрит важный. Магниты не дешевые, но, как уверяют продавцы, быстро окупаются. За счет всех остальных жильцов дома. Алексей Демкин подозревает, в его доме кто-то с лета ворует электроэнергию. Иначе объяснить, почему платежек за общедомовые нужды разом подскочили с 40 рублей до 100, ни он, ни соседи не могут. Пощутимо, когда ты за квартиру за свет платишь всего 300 рублей и ОДН еще 100. Если посчитать, ну, каждой квартиры по 100 рублей, то это уже слишком получается. Скорее всего, это значит, что в доме Алексея таких магнитов ни один и ни два. И платят добросовестные жильцы за десяток остановленных счетчиков. Поставщики ресурсов с этим практически не борются. Ведь в деньгах они не теряют. Исключение – Омская энергосбытовая компания. Специальные пломбы изменят окрас, если поднести к ним магнит. А если попытаться сорвать, останется надпись «Вскрыто». Выдают нарушителя царапины и сколы на счетчике. А если факт кражи установлен, траты многократно превзойдут возможную экономию. Счетчик выходит из строя. Стоимость замены одного прибора учета, стоимость самого прибора учета – порядка 700 рублей. Стоимость замены – еще какие-то определенные деньги, которые подразумевают использование максимальной мощности, которая, в принципе, может быть потреблена электроустановкой. За воровство, энергии, воды или газа предусмотрена и уголовная ответственность – до двух лет колонии. Но за решетку преступников отправляют редко, обычно ограничиваются штрафом. Между тем, эксперты говорят, ситуация с кражей ресурсов по всей стране очень серьезная. Она может измениться с 1 января следующего года. Тогда к борьбе с неплательщиками подключаться управляющие компании. Будут установлены нормативы, и по этим нормативам все будут рассчитываться, в том числе по общедомовым расходам. И управляющая компания окажется в очень тяжелом положении. То есть все эти расходы лягут чисто на управляющую компанию. По самым приблизительным подсчетам, с начала года в Омске было украдено только электроэнергии на 20 миллионов рублей. В реальности потери добросовестных плательщиков, скорее всего, как минимум, на порядок больше. Екатерина Хлимьязева, Дмитрий Головко, Евгений Русенко. Омск. Здесь.